И я видел очередь, и там такая ровная, люди стоят себе в очереди, я что-то несколько дней подряд вижу эту очередь, думаю, что там интересно происходит, наверное, в кафешку приехал какой-то артист там, что-то там дает какой-то концерт, а потом только на второй или третий день меня осенило, что это сколько крови русских ежедженцев вас удовлетворит. Мы как раз таки люди вообще не кровожадные и не желающие крови, поэтому чтобы нас удовлетворить, крови не надо. Если Россия станет демократической парламентской страной и создаст демократический союз СНГ, вы не против вхождения Чечни в этот союз на правах независимого государства? На правах независимого государства, но это можно обсуждать, это все можно обсуждать, почему бы и нет. Если сам союз выгоден, то почему бы и нет. Нет ненависти к русскому народу, но есть чувство безгливости к как дохлому скоту Джохар Дудаев. Джохар Дудаев, когда такие вещи говорил, вы имеете в виду, что там Джохара не было каких-то нацистских, фашистских каких-то убеждений. То есть это не к этносу, понимаете, не к народности. Там подразумевается отношение к врагу, они не ко всем русским людям. Среди граждан Чеченской республики Ичкерии были русские люди, наши сограждане и те, кто вместе с нами сражались против врагов, так что здесь не нужно так как бы обобщать себя. Возможно ли в реальности объединения ЧРДР, Дагестана, Чечни, Дагестана, Ингушетии и других ради общего дела? Не знаю, возможно ли это в теории, все возможно. Но каких-то предпосылок пока, к сожалению, нет. Но на самом деле над этим, конечно, нужно работать. В этих народах, внутри этих народов, как бы должны быть люди, которые говорят об этом, ведут вот эту деятельность информационную. И это стремление, оно должно внутри у них зарождаться. То есть нет, оно должно не насаждаться извне, как, допустим, из Чечни. Не чеченцы должны насаждать его, а внутри они должны эти настроения расти. И вот те, кто внутри этих народов разделяют эти взгляды, они являются союзниками. И с ними нужно, конечно же, взаимодействовать, оказывать им ту помощь, которая нам посильна. И они точно также должны быть открыты для этой помощи. В том, что ты же помнишь, как чеченцев подставили тогда кое-кто, призывая помочь достичь свободы, как считаешь, будь лидеры Ичкерии эгоистичны, как многие, было бы стране лучше впоследствии. Будь они эгоистичны. Нет, я, наверное, не так скажу. Да, вообще, наверное, я не буду ничего по этому поводу говорить. История не терпится слогательств. Поэтому было бы иначе. Ничего не случилось так, как должно было случиться. Вот другое дело, в дальнейшем, как себя вести, вот это нужно, конечно, об этом нужно говорить. И нужно, теперь нужно быть гораздо умнее, осторожнее, продуманнее, где-то коварнее, где-то хладнокровнее. Но нужно точно выставлять приоритеты. Из двух зол всегда нужно выбирать наименьшее. И всегда нужно смотреть, различать между всеобщим благом и частным. Там, где можно помочь одному, но при этом подставить всех. Либо ты сохраняешь всех, но оставляешь без помощи одного. Здесь выбор очевиден. Как бы вот эти вот моменты, просто как нужно гораздо более продуманнее и где-то даже хладнокровнее подходить к этим вопросам. Сколько крови русских ежедженцев вас удовлетворит? Мы как раз таки люди вообще не кровожадные и не желающие крови. Поэтому, чтобы нас удовлетворить, крови не надо. Чтобы нас удовлетворить, нужно просто деоккупировать, забрать свои войска и убраться подальше с нашей земли, с нашей страны. Вот и все. Крови не надо. Мы уже будем удовлетворены, если вы просто выйдете. А кровь, кому нужна кровь для удовлетворения? Это вот, обратитесь к Кадыру. Это у него эти замашки. Это он заявил, что когда услышал, когда прибыл в Мариуполь, как там бомбят, он говорит, ну это цитата, он говорит, я такой кайф, говорит, почувствовал, когда услышал эти бомбежки. Это вот там кровожадность, это там нужна кровь, видимо, для удовлетворения. Салам алейкум. Тумсо, что думаешь по поводу выборов политических партий в Швеции? Сегодня был последний день голосования. Среди партий была мусульманская партия. Голосовал ли ты? И если да, то за кого? Валяйкум, ассалям, София. Я не могу, не имею права здесь голосовать, потому что голосовать могут только граждане Швеции. Но я даже не знал, что проходят эти выборы. Я несколько дней подряд видел в здании одном, я не знаю, что это за здание, я вообще до сих пор думал, что это какая-то кафешка, но там оказывается что-то, короче, не кафешка, что-то там есть. Что-то я имею в виду муниципальное. И я видел очередь, такая в Швеции не бывает никогда, каких-то хаотичных очередей, там такая ровная, люди стоят себе в очереди. Я что-то несколько дней подряд вижу эту очередь, думаю, что там интересно происходит. Наверное, в кафешку приехал какой-то артист там, что-то там дает, какой-то концерт. А потом только на второй или третий день меня осенило, что это, скорее всего, люди приходят голосовать, стоят в очереди, дожидаются своей очереди и отдают голос. А в итоге, кто там победил, понятия не имею, потому что не говорю на шведском, не читаю шведскую прессу, соответственно, я немножко как-то не в теме. Ну, наверное, результаты я, как и все мы, узнаю из Euronews, там или еще где-то кто-то что-то напишет, или в какой-нибудь российской прессе напишут, что вот, мол, там в загнивающем Западе, вот в Швеции уже там кто-то, значит, проиграл, потому что зима, газа нет. Вот мы что-то так, наверное, я узнаю, кто и что тут выиграл. Томсо знаком с Гейдаром Джемалем и движением поистине. Руслан Кутаев сейчас часто выходит в эфиры канала поистине, думаю, ты должен был заметить, и что думаешь о них и о Джемале. С Гейдаром Джемалем лично я, конечно, знаком не был, но, как и все мы, я его знаю по его каким-то выступлениям. Ну, человек был, безусловно, очень умный, грамотный, начитанный. В религиозном смысле нельзя сказать, конечно, что он является примером для, ну, или источником знания, да, то есть в религии там, конечно, лучше у него не брать. Но в вопросах, там, истории и так далее, и каких-то его позиций, там, он, конечно, заслуживает уважения. Руслана Кутаева, да, я встречал его эфиры на этом канале, но я, честно говоря, не смотрел, потому что эфиры обычно бывают длинные, и, в общем, не бывает просто времени все это посмотреть. Но я, иншалла, как-нибудь, как будет время, наверное, посмотрю. Саламу алейкум. Тумсо, не скромный вопрос, а могут ли предоставить политическое убежище лицу, которому меньше 18 лет? Алейкум асаляму алейкум. Почему он не скромный? Конечно, могут. Конечно, могут такому человеку тоже предоставляется. Если он приехал вместе со своей семьей, то он получает тот же статус, что и семья. Если он как-то один попадает, то, ну, какое-то время его, видимо, под опеку, там, куда-то он должен попасть, скорее всего. Но, в целом, да, все имеют на это право. Был ли ты в Мальмо? Да, я вообще первый раз сдавался именно в Мальмо в 2019 году. Сдавался, я имею в виду, вот, миграционное агентство пошел в этом городе. Здесь ты, когда ты, если ты не при пересечении границы, если ты не был, как бы, задержан, то ты, уже попав на территорию Швеции, ты должен идти в один из этих вот миграционных центров и там, как бы, подавать документы. Сдаешься ты. Я тогда сдавался в Мальмо. Почему там не остался в Мальмо? Там большая видюма. Откуда ты знаешь, может быть, я сейчас в Мальмо? Откуда ты знаешь, может быть, я сейчас в Мальмо.